Глава Чувашия Михаил Игнатьев подписал распоряжение о показании помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в поселке Тувси. Семьи погибших, а их, к сожалению, две, не позднее 22 января получат по миллиону рублей. Также будут выплачены денежные средства тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости в срок до 1 февраля. Один из самых сложных и безотлагательных вопросов – обеспечение жильем людей, оставшихся без крова. Об этом шла речь на селекторном совещании у министра России по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. В городе Чебоксаре мы будем предоставлять буквально короткие считанные дни за счет государственного жилищного фонда готовые жилье, кто хочет переехать в Чебоксаре. Но и в Цивильске те собственники, которые построили на коммерческой основе жилье, будем за счет бюджета покупать. И как определяться, сами семьи, будет им предоставлено жилье. Владимир Пучков выразил готовность принять заявку от Чуваши на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва. Уже известно, что несколько человек изъявили желание переехать в Чебоксаре, где им будут предоставлены квартиры государственного жилфонда. Разумеется, места временного проживания для пострадавших оборудовали в первую очередь. В детском саду было отведено два больших помещения, где поставили кровати, привезли посуду и электрочайники. Кстати, временным пристанищем воспользовались сегодня ночью семь человек. Остальные разместились у родственников. Все 45 пострадавших, независимо от того, где они живут, получают трехразовое горячее питание. Людям уже разрешили зайти в уцелевшие квартиры, забрать необходимые вещи и имущество. Сегодня строители начали разбирать здание. Восстановлению оно не подлежит. Обещают, что на этом месте к 1 октября появится новый жилой дом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.